Итак, я представлюсь, в общем-то, со своей стороны. Меня зовут Елена Валерьевна Гречко, я преподаватель Центра Специалист и веду пользовательский курс. Собственно, у нас сегодня рекламный вебинар, но рекламный, конечно, у нас есть курс 1С управления торговлей, оператор 1С. Собственно, что касаемо нашей с вами работы, ну вот да, я являюсь преподавателем именно пользовательских курсов 1С, являюсь преподавателем ЦСО, курсов у нас очень большое количество, но, в общем-то, я могу только за 1С вести разговор, скажем так. Ну, а если серьезно, вот в программе 1С управления торговлей есть колоссальное количество возможностей, которые, к сожалению, к сожалению, в нашей жизни не всеми применяются, не всеми используются. Собственно, об одном из классификаторов я бы хотела сегодня поговорить. Я имею в виду такой классификатор, как классификатор видов номенклатуры и как мы его с вами можем применять. Что касается нашего с вами сегодняшнего разговора, да, и вообще нашей работы на курсе, вот в частности, да, о котором сегодня идет речь, я имею в виду 1С управления торговлей, оператор 1С. То есть там у нас курс рассматривается с нуля, условная организация, была куплена программа 1С управления торговлей, сотрудники ее видят первый раз в жизни, но, слава тебе, Господи, не последний. И потихонечку-потихонечку мы начинаем разбираться, как заполнять справочники, как регистрировать документы на этом уровне. А уровень 1, именно с нуля, речь идет только об оптовой торговле, обговариваем все настройки и так далее, и так далее, и так далее. Ну и заканчиваем, естественно, отчетом. Ну вот, и один из любопытных моментов, это, конечно, вид номенклатуры. Что у нас с вами получается? Во-первых, это реально облегчает существование и работу действительно достаточно серьезно. Мы можем с вами задавать виды номенклатуры для товаров, относящихся к определенной ассортиментной группе. Мы можем создавать какое-то обобщенное написание товаров, мы можем с вами задавать какие-то реквизиты, фильтры и так далее. Все это в дальнейшем, в дальнейшем, колоссальнейшим образом будет облегчать наше существование. Ну, давайте все-таки я буду показывать, мне так, честно говоря, комфортнее. Значит, за вот эту настройку, что отвечает, да, будем мы вообще использовать вид номенклатуры в каком объеме. Значит, в разделе НСИ администрирования, где у нас с вами настройка НСИ разделов, есть ссылка номенклатура. И, собственно, в разрезах учета вот стоит флаг множества видов номенклатуры. Он стоит по умолчанию, но поскольку у меня база тестовая, я могу позволить себе все, что угодно, а мне хотелось бы вам показать. Значит, есть ли у меня вот это множество видов номенклатуры отключено? Ну, это, честно говоря, совсем грезный вариант. Ну, такое в нашей жизни тоже бывает. Значит, тогда, собственно говоря, у меня, смотрите, в чистом виде нет вида номенклатуры. Я только могу настроить введение товаров. Ну, прям вообще никакого удовольствия. И главное, видите, вот у меня только вот есть какой-то один. Да, если все-таки мы с вами в этих настройках, да, в настройках НСИ разделов говорим, что у нас будет множество видов номенклатуры, то у нас появляется большое количество дополнительных возможностей, дополнительных возможностей. В частности, вот чисто визуально даже, смотрите, я отключу на всякий случай, блокируются, видите, опции учета наборов номенклатуры и многооборотной тары. Они, в принципе, блокируются, как класс. Зачем же нужны виды номенклатуры и что можно с ними делать? У нас, у нас с вами, как правило, ну, если не брать в расчет ситуацию, когда, скажем, маленькая организация и занимается она торговлей исключительно, буквально там, нескольких позиций номенклатуры. У нас с вами номенклатуры в жизни может быть очень большое количество, у кого-то там и тысячи позиций на складе, у кого-то, соответственно, будут не тысячи, а сотни. И мы приходим к какому вопросу, как все-таки корректнее ввести справочник номенклатуры, это раз. И во-вторых, во-вторых, это как облегчить свое существование в том плане, что хотелось бы ведь тоже как-то унифицировать всю работу со справочником. О, хотелось бы! Особенно если в условиях крупной компании у нескольких сотрудников есть право вводить номенклатуру, и иногда бывает что-то из серии «Кто в лес, кто под рова». Вот тогда нам с вами на помощь как раз и приходит вот это понятие вида номенклатуры. Где находится это раздел «НСИ и администрирование», первая колоночка группы команд «НСИ» и вот классификаторы номенклатуры. Как видите, если у нас в настройках включено, еще разочек показываю, да, вот мы с вами в разрезах учета оставили в итоге, вот я оставила флаг множества видов номенклатуры, у меня теперь в классификаторах есть отдельная ссылка. Если я отключу, но это подразумевает, я говорю, маленькую организацию, у которой вид номенклатуры буквально там раз-два я обчелся, то у меня эта ссылка в чистом виде пропадает. Что мне дает возможность учета по видам? Ну, в первую очередь, в первую очередь, с точки зрения программы, да, у меня могут быть разные типы номенклатуры, это товар, это в частности, вот у меня много настроек включено, смотрите, я могу этар учитывать, я могу учитывать наборы, услуги, работы. И если я сказала, что у меня товар, соответственно, я никогда не буду видеть эту номенклатуру в акте об оказании услуг, что тоже немаловажно. Видов номенклатуры может быть очень большое количество, поэтому их можно объединить в группы по любым признакам. Абсолютно здесь вот не принципиально, что вот сделать именно так или иначе, повторяю, можно, например, там, сделать одну группу, назвать товары, вторую группу, соответственно, назвать услуги. Упс, извините, какие-то у меня услуги получились не очень удачные, да, ну, что бы поделать. День сегодня такой. И тогда, тогда у меня будет просто покомфортней работа в программе. По комфортней работа в программе. Почему? Сейчас вот покажу. Сейчас, извините, единичку хотя бы надо написать в качестве наименования. То есть я могу сгруппировать их по папочкам, да, когда большое количество и, соответственно, уже определиться, что-то я отнесу, например, к товарам, что-то я отнесу к услугам. Здесь никакой экзотики, то есть вот в данном конкретном случае, видите, я просто беру, выборочно выделяю позиции и при зажатой левой клавиши они переносятся на соответствующую папку. Ну и точно так же все остальное я могу, соответственно, отнести в услуги. Но это имеет смысл делать, если все-таки у нас видов номенклатуры достаточно большое. Количество. Да. Далее. Вид номенклатуры можно как-то точнее нужно как-то назвать. Ну, в общем-то, я начну с варианта простейшего, с варианта простейшего, то есть есть вот у меня уже один такой вариант, поэтому я немножечко иначе продублирую название. У меня это будут авторучки 1, авторучки 1. Ну вот представьте себе вполне банальную постановку вопроса. Если у меня организация занимается, а у нас вот на занятиях рассматривается, пример, учебная организация занимается автовой торговлей, канцелярскими товарами. Если у меня канцелярские товары, то у меня авторучек будет очень большое количество. Я могу, я могу эти авторучки вводить в программе двумя путями. Вариант первый, который, который, в общем-то, в жизни абсолютно нереален. Я просто покажу. Ну, у меня тут, я извиняюсь, что получаются, да, похожие, но мне надо будет кое-что вам показывать. У меня, как всегда, есть рояль в кустах. Значит, вариант первый трагический – это когда я поступаю непродуманно и я буду создавать вид номенклатуры из серии «Ручка шариковая красная». Номенклатура, простите. Далее сохраню в виду «Ручку шариковую синюю» и «Ручку шариковую зеленую» и так далее. Значит, первое, с точки зрения пользователя, что у меня будет неудачно, это, конечно же, конечно же, то, что я раздую справочник номенклатуры до колоссальных размеров. Вот, смотрите, здесь у меня такой есть простенький вариант, да, некая вода в офис. А вот, исходя из собственной практики, что могу сказать, это то, что вот реально в жизни видела живую базу, она велась еще в старой редакции, может быть, кто-то из присутствующих застал ее, я имею в виду, под «Семеркой» была 1С торговля и склад. У нее возможностей, конечно, было гораздо меньше. Ну, и я видела живую базу 1С, да, у предприятия, которое занималось оптовой торговлей продуктами и в том числе водой. Вот справочник на меня произвел несгладимое впечатление, потому что одной и той же воды, там, знаете, было совершенно колоссальное количество позиций, потому что выглядело это так. Вода, название и объем там 0,5 литра, потом опять вода, название воды 0,3 литра, вода, название 0,3 литра с газом и пошел-поехал. То есть вы можете себе представить, что это был за справочник, это действительно было нечто неудобоваримое, но когда-то работали таким образом. На самом деле мы с вами, когда работаем в программе, у нас у всех, как правило, есть возможность объединить товары по признаку какому-то, например, по определенной ассортиментной группе. Ну вот, возвращаясь к моему примеру с шариковыми ручками. Ну вот я говорю, что у меня, к сожалению, здесь не имеет место быть некое задвоение, просто чтобы мне было удобнее показывать. Вот авторучки я уже делала. Вот смотрите, у меня введено всего две позиции. Ручка гелевая, ручка шариковая. Но при этом я для себя определила, что у меня вот все ручки могут быть красные, синие, черные, зеленые. Если бы я расписывала каждую строчку отдельно, то у меня здесь уже было бы как минимум 8 строк в справочнике, а у меня их только две. При этом, если я начну сейчас, например, закупать товар или реализовывать, у меня тут в базе просто кое-какие данные есть, что мне дает вот эта возможность. В частности, посмотрите, я уже сейчас могу ручки шариковые учитывать по характеристикам отдельно. То есть я могу отдельно учесть и заказать черные ручки в определенном количестве по определенной цене. Я точно так же могу отдельно учесть и заказать зеленые ручки, красные и так далее. Хотя у меня в справочнике одна единственная позиция – это ручка шариковая. Мало того, что у меня есть возможность, повторяю, я могу заказать, учесть разное количество, разные единицы измерения. То есть я могу, например, ручки шариковые, значит, одни заказать в упаковках по 10 штук, другие заказать в коробках. Я могу по разной цене их приобрести. У меня еще и программа, программа в отчетах, в отчетах мне будет показывать ситуацию. Не просто сколько у меня ручек шариковых на складе, а в соответствии с моими показателями, она мне покажет непосредственно, сколько у меня там красных, синих, черных, зеленых. Таким образом мы можем для себя отсечь вот эту часть, чтобы не раздувать справочник номенклатура. Для этого мы как раз и будем с вами использовать вид номенклатуры. Сейчас вот покажу все-таки отчет, ну, чтобы не быть голословной, потому что вот я не знаю, кто-то использует, кто-то нет. Пожалуй, с детализацией он будет просто очень громоздким. Вот, к нашему разговору, видите, у меня отдельно ручки такие, ручки сякие. И я четко вижу количество по каждой позиции, то есть по каждой характеристике. Все это вводится именно в видах номенклатур. То есть если я вернусь сейчас к своему примеру, вот автор ручки первые. Я могу написать описание для будущих поколений. Я вас умоляю, этого никто никогда не пишет. Наименование для печати в транспортной накладной. Если мне требуется особенное, я его могу здесь указать. Либо использовать из настроек программ. Я оставлю из настроек программы, но можно что-то здесь прописать. Ради бога. Тут никаких ограничений нет. Продажу я буду оформлять. Вот есть возможность выбора. Есть возможность выбора. Я могу делать либо реализацию товаров и услуг, но либо акт на передачу прав, что в контексте работы с товарами не подойдет. Почему у меня здесь есть акт на передачу прав? Потому что у меня еще в справочнике указано программное обеспечение. Что касаемо документа, то есть документ, которым я буду оформлять, можно выбрать из списка. Но самое главное, я могу сказать, что у моего вида номенклатуры авторовочки есть характеристики. В качестве характеристик может выступать любой признак, который я задам для описания своего товара. Но в моем примере это как раз ручки синие, красные, черные, зеленые и так далее. То есть для всех ручек у меня характеристики будут одинаковые. Может быть, смотрите, другая постановка. Вот общие для этого вида номенклатуры – это то, что я сказала. Характеристики одинаковые для всех ручек. Может быть, смотрите, общие с другими видами номенклатуры. А кто мне мешает поступить следующим образом? Вот возвращаемся к вопросу констоваров. У меня еще могут быть что? Те же самые маркеры. Маркеры. И я их выделю в отдельный вид. Но маркеры, они тоже бывают красные, синие, зеленые. И я тогда скажу, что они общие с другими видами номенклатуры и с авторучками. Вот оно. Ради бога, это мое право. То есть, чтобы не писать 10 раз одно и то же. Ну и, наконец, здесь есть еще такой вариант, как индивидуальные для номенклатуры. Это означает, что для каждой позиции я все-таки буду характеристику расписывать отдельно. Ну, в качестве примера, знаете, что? Вот есть у нас с вами такое в жизни понятие, как аксессуар. Как аксессуар. К аксессуарам можно отнести все, что угодно. В качестве аксессуара может выступать кошелек. И в качестве аксессуара может выступать, например, какая-то там заколка. Да, для волос. Что есть общего между кошельком и заколкой для волос? Да ничего. А значит, тогда я скажу, что характеристики индивидуальные для номенклатуры. И буду расписывать для каждого отдельно. Для каждой позиции. Ну, возвращаясь к моему примеру по авторучкам. Здесь у меня будут характеристики общие. И чтобы каждый раз не писать одно и то же, я сразу могу создать списочек. То есть вот у меня есть ссылка список. И я здесь могу их все создать. То есть сказать, что у меня есть красная. Красная. У меня есть, соответственно, синяя. Синяя. У меня есть черная. Что-то я их много задала. Можно было двумя ограничиться. Ну, ладно уж. И у меня есть зеленая. 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 Вот у меня есть такие характеристики. Что мне это дает? Ну, давайте теперь будем прям по шагу. Если я сейчас решил создать новую номенклатуру. Новую номенклатуру. У меня гелевая и шариковая есть. Я создам чернильную. Пусть будет. Значит, вид номенклатуры авторучки 1. Рабочее наименование. У меня будет ручка. Пусть будет чернильная. Ручка чернильная. Что дальше? А дальше, если я скажу, что мне надо показать все поля карточки номенклатуры. Вот, видите, у меня уже стоят характеристики общие. То есть, вот они. Я могу увидеть. Сейчас, секундочку. Я поторопилась и не указал единицу из хранения. Извините. Так вот, я теперь вижу, что у меня ручка есть красная, синяя, черная и зеленая. И если я решу, например, делать закупку этих ручек, делать закупку этих ручек, то мне уже будет жить гораздо проще. Потому что, смотрите, вот как раз я говорю, что мне нужна ручка, что мне нужна ручка чернильная. И отдельно могу указать, что она у меня, например, красная. Например. Ну и понятно, там, синюю, зеленую и какую захочу. То есть, это первое, что я сделала. Я указала характеристики. И теперь у меня уже не будет раздуваться справочник номенклатура. В справочнике у меня будет только одна строка, ручка чернильная. Но при этом, при этом, смотрите-ка, я могу учитывать их отдельно. Ну, в моем примере по цвету. Далее. Ну, не совсем подходит под контекст ручек, но все бывает в этой жизни. Видите, у нас есть возможность учитывать серийность. Учитывать серийность. То есть, в частности, может быть, кто-то и работает с этим. Если у вас, скажем, уникальные ручки швейцарского производства ручной работы, которые имеют уникальный идентификационный номер. Я могу сказать, что я буду учитывать серии. И настроить их либо для конкретного вида номенклатуры. Сказать, что номер серии у меня идентифицирует партию товара. И, кстати, просьба обратить внимание на серии те, у кого, скажем, медицинские товары или продовольственные. Здесь же можно еще, видите, и срок годности указать, и дату производства. Куда учитывать с точностью, например, до дней или до часов, если говорить о молочной продукции. То есть, я могу вот эту часть сделать. И сказать, какова будет политика учета серии. Ну, в моем случае, конечно, я серии использовать не буду с ручками шариковыми. Ну, и у меня здесь, видите, еще есть справочные указания серии. Потому что сейчас в этой базе склад введен только безордерный. Ну, отключу я серии с ручками. Как-то, да, вот зачем я пояснила, а все-таки пример такой специфичный получается. Ну, давайте вернемся к разговору о том, как это нам позволяет экономить время и действительно стандартизировать ввод информации в справочник разными сотрудниками. Значит, опять же, я сначала покажу. Вот вернусь к нашей вот этой ручке чернильной, которую я, собственно, только что с вами сделал. Вот посмотрите, когда вводятся сведения по любой номенклатуре, есть такое поле, как наименование для печати. Здесь тоже желательно, чтобы отсебятины не было, потому что это пойдет во все документы, во все печатные формы. Кроме того, кто-то из вас наверняка знаком с таким понятием, как артикул. И если я работаю с артикулами, то мне очень важно, чтобы артикул был заведен пользователем. А вот если я сейчас вам открою пустую карточку номенклатуры, видите, я поле артикул вообще сразу не вижу. Какова вероятность, что я его забуду указать? Вот честно, она будет очень высока. Кроме того, в карточке номенклатуры мы с вами, как правило, указываем еще в некоторых случаях одну и ту же информацию. Я имею в виду, скажем, ставку НДС, единство хранения, если у меня все в штучном виде, я каждый раз это буду указывать. То есть я к чему веду? Когда мы вводим позицию номенклатуры, понятие человеческого фактора никто не отменял. Никому не хочется 10 раз делать одно и то же. Руководству компании, конечно же, хочется, чтобы в печатных формах было все красиво и здорово. И, конечно, очень важно, чтобы мы не забывали, и мы, наши с вами коллеги, не забывали регистрировать определенные данные. Ну вот я вам в качестве примера привела артикул. Ведь когда я создаю новую позицию, я поле артикул не вижу. Для того, чтобы мне его увидеть, мне надо нажать на кнопку «Показать все». А значит, опять же, чтобы облегчить наше существование наших коллег, нам можно вот эти моменты учесть в виде номенклатуры. Ну, то есть, в частности, в частности, так, сейчас, извините, а то я сохраняю, поэтому мне надо поля разблокировать. У нас в виде номенклатуры есть достаточно большое количество закладочек. Давайте посмотрим, что здесь полезно. Значение по умолчанию. Здесь я могу указать для своего вида номенклатуры те поля, которые у меня никогда не меняются. Ну, например, там, пусть ставка НДС будет 20%, да, я могу указать, что у меня там единица хранения штуки, к примеру, ради бога. Я могу, если требуется, указать, что упаковки, чтобы каждый раз это в отдельной позиции не делать. Это за это отвечает закладка значения по умолчанию. То есть, теперь, если я начну вводить какую-то новую номенклатурную позицию, у меня уже, смотрите, стоят штуки. Как раз очень наглядно, потому что перед этим, я вот, помните, не указала штуки, она мне не сохраняла мою злосчастную авторучку. У меня стоит ставка НДС. То есть, за вот эту часть в виде номенклатуры отвечает закладочка значения по умолчанию. Далее, чтобы мы не упустили каких-то важных полей. За это отвечает закладка настройки создания. Ну вот, в моем примере я вам показывала, что поле артикул сразу в карточке новой номенклатуры не видно. И, к сожалению, я его могу упустить. Но, я могу заглянуть на настройки создания и сказать, что мне надо артикул видеть сразу. Мне его надо видеть сразу. Далее, я могу сказать, что мне надо контролировать заполнение. В этом случае программа будет подчеркивать поле красным и не будет давать сохранять, пока я не заполнен. Это же святое. Ну и, наконец, я еще могу использовать что? Контроль уникальности. То есть здесь у нас с вами, видите, есть список полей, карточки, номенклатуры. Список, кстати, варьируется в зависимости от того, какие задали настройки в НСИ администрирование по базе в целом. И, опять же, смотрите, каков будет результат. Если я сейчас начну создавать новую номенклатурную позицию, то у меня вот оно поле артикул. Ну и вот, к сожалению, у меня на мониторе все-таки плохо видно, поэтому, да, вот, ну, якобы я что-то там написала и пытаюсь сохранить. А, неудачно написала. Давайте так, я скажу, что у меня ручка новая. Ручка новая. Да. И пытаюсь все-таки сохранить ее творчество. Она говорит, что-то похожее. Нет, я продолжаю заполнение. Опять пытаюсь сохранять. Видите, программа мне все еще предлагает соответствие. И почему она ведет себя таким образом? Потому что я не указала артикул. Не указала. Она сверила по артикулу и сказала, что такое есть. Теперь я чуть поменяю постановку вопроса. Я все-таки введу артикул для ручки чернильной. Ну и чтобы для ручки новой, да, чтобы она мне тоже не мешала, я укажу для ручки новой. Пытаюсь добавить еще одну позицию. Я не знаю, какая-нибудь там еще ручка. У меня уже фантазии не хватает. Пусть это будет ручка старая. Таблановая, это будет старая. И опять же я пытаюсь сохранить. Сохранила. Проверяем. Проверяем мы с вами виды номенклатуры автор ручки. Смотрите. Настройки создания. Я все флажки включила. Я все сохранила. Но здесь чисто программная специфика. К сожалению, я не перезакрыла справочник номенклатура. Программа-то сетевая. Я не в сети. Будет у меня, соответственно, ручка 2. И опять забыла указать артикул. Так. У меня иссякла фантазия с ручками. Вот абсолютно что-нибудь. Да. Есть такое дело в нашей жизни. Вот я опять все борюсь с артикулом. Она мне опять сохранила. Видите, что происходит в этой жизни? То есть я поле вижу, но я не могу, могу точнее забыть указать артикул. Значит, возвращаемся к настройкам создания. Вот у нас все это должно быть проверено. Проверено. Опять записываем, закрываем. Фантазии у меня точно уже не хватает. Поэтому, да, возвращаемся в номенклатуру. И, соответственно, еще какая-нибудь ручка. Сейчас я давайте сделаю даже таким образом. Все по совокупности покажу. То есть это у меня будет очередная ручка. Третья. И сейчас тогда, чтобы мне все сразу, потому что времени у вас немного. И я уже немножечко начинаю торопиться. Значит, смотрите, я для ручек, в частности, в частности, так, для одной из ручек неправильно указала наименование для печати. Видите? Значит, для того, чтобы, возвращаясь к нашим разговорам, сейчас пока вот так вот сделаю, для того, чтобы я могла видеть поля, я могла контролировать их заполнение, мне нужно на закладке настройки создания сказать, что надо отображать, контролировать заполнение. Я могу дополнительно, если мне понадобится, например, еще единицу для отчетов, я хочу иметь возможность указать, контролировать заполнение. Но мне сейчас, чтобы вот показать по совокупности, нужна еще закладочка шаблоны наименований. Вот опять же, возвращаясь к моему примеру, я для одной из ручек, по-моему, для ручки новой, я еще и некорректно указала наименование для печати. Когда он приводил пример, сказала, о, пускай будет что-нибудь. Но криминал в том, что это у меня пойдет куда? Это у меня пойдет во все печатные формы. Вы представляете, какая будет прелесть, если в печатной форме накладной клиент вместо названия ручка новая увидит вот это вот безобразие. А значит, я могу для вида номенклатуры определить правило формирования наименования для печати. То есть то, что будет выводиться в печатные формы. Здесь же, посмотрите, и для характеристик можно определить, видите, и для рабочего наименования. Ну, я покажу на, по моим понятиям, самом актуальном варианте, это наименование для печати. То есть нажимается ссылка «Изменить». И далее. Вот 1С предлагает писать просто наименование. А я могу собрать как угодно. То есть смотрите, две панели. Слева панель «Доступные поля». Слева панель «Доступные поля». Здесь вообще все поля, карточки, номенклатура. Все поля. Справа операторы. Вот мне нужно, чтобы в наименовании для печати выводилось наименование номенклатуры плюс артикул. Значит, как это сделать? Да очень просто. Наименование у меня стоит. Я его оставлю. Но мне нужно добавить артикул. Но ведь мне хочется, чтобы у меня это не сливалось. То есть нужен пробел. В левой панели в разделителях можно развернуть по плюсику. И вот он пробел. Либо двойной щелчок, либо мышкой перетаскивать можно. Вот смотрите, служебное обозначение пробела. Теперь я понимаю, что мне после пробела еще нужен артикул. Значит, опять же, либо двойной щелчок, либо просто мышкой перетащить. Поскольку речь идет о том, что мы пользователи, а не программисты, значит, для нашего спокойствия обязательно вверху нажать на кнопочку «Проверить формулу». Если будут ошибки, она скажет. Если не будут, тоже скажет. Теперь я сие творчество сохраняю. Ну и понимая, что есть в нашей жизни понятие «очумелые ручки», его никто не отменял. Я еще и обязательно проверяю, чтобы стоял флаг запретить редактирование в карточке номенклату. Вот теперь по совокупности давайте посмотрим на мою очередную ручку. Ну, это у меня будет, соответственно, ручка третья. Извините, но фантазии не хватает. Рабочее наименование. Ручка третья. Видите, наименование мне программа уже пишет, что будет сформировано по шаблону. Артикул, ну пусть будет третий. Теперь, важненько, я что делаю? Пытаюсь сие творчество сохранить. Вот оно. Открываем, смотрим, что у нас с вами получилось. Ну, правда, масло масляное. Пример все-таки не очень комфортный. Я вот с артикулом. Давайте я поменяю артикул. Ну, к примеру. Да? И еще разочек пересохраню. Сейчас, секундочку. Вот он, мой артикул. Вот, смотрите. Она мне сделала наименование для печати. Вот мое наименование и плюс артикул. То есть уже получается жить гораздо легче. Я не потеряла поле артикул, я его не забыла. У меня стоят единицы, хранение единицы для отчетов, потому что я их указала в виде номенклатуры. У меня стоит ставка НДИС. Видите? То есть то, что я внесла ко всему виду номенклатуры, программа мне к новой позиции подтягивает автоматически. Все необходимые поля я вижу, и если вдруг я забуду указать, она мне не будет давать сохранение. Ну, вот даже возвращаемся к нашим видам номенклатур. Собственно, вот значение по умолчанию определили, настройки создания определили, шаблоны определили тоже, я думаю, вы со мной согласитесь, очень хорошая возможность. Осталась последняя позиция, это фильтр по свойствам. Значит, давайте я, пожалуй, сначала покажу. Вот справочник номенклатуры у нас может быть очень большим, но вот в учебных целях у меня все-таки не очень много номенклатуры введено. Да? И у нас с вами есть возможность указывать для справочника дополнительные отборы. Ну, вот в частности, ну, у меня может быть много авторвучек, да, никто мне не мешает делать там той же воды, там офисные техники. Вон у меня, видите, картриджи, они там есть такие-сякие, розетки. Но, может быть, мне было бы удобнее видеть картриджи, скажем, струйные, лазерные, да, соответственно, по наполнению. Либо вот, возвращаясь к нашим авторвучкам. Скажем, может быть, мне будет удобнее дополнительную возможность отбора иметь. Значит, вот это определяется как раз на закладочке фильтр по свойствам. То есть я могу добавить реквизит номенклатуры. Реквизит номенклатуры. Ну, давайте я опять возьму артикул, просто чтобы туда-сюда не бегать. Вот он у меня, видите, артикул. Ну, здесь, опять же, можно что делать? Добавлять, вот, как видите, тенное количество, скажем, производителей я еще добавлю. Ну, мне так вот захотелось. Что мне это дает при работе со справочником номенклатура? Так, я извиняюсь, но чтобы она быстрее думала, мне, к сожалению, приходится открывать и закрывать. Вот мои авторвучки. Видите, вот у меня уже есть дополнительный отбор. Это артикул. Ну, я не вижу производителя. Ну, не вижу я. Да, начнем с того, что я ни для одной своей этой ручки производителя не указывала. Давайте я интересу ради укажу сведения о производителе. Ну, вот пилот у меня тут есть. Записываю, закрываю. И еще для другой, допустим, что-нибудь тоже. Сейчас укажем. Сейчас укажем. Ну, я не знаю, у меня тут здесь не принципиально какой-то там. Да, я указываю. Значит, плюс какой? Здесь лучше посмотреть на документе. Вполне вероятно, что у меня возникнет необходимость быстро отобрать какой-то товар. Я здесь, видите, когда готовилась к семинару, для некоторых позиций тоже указала отборы. То есть у меня, смотрите, для обычных авторвучек есть фильтр по артикулу единицы для отчетов. И для офисной техники, ну, я тоже добавила, по-моему, по артикулу. Значит, когда мы с вами собираемся заняться реализацией, это будет актуальней. Когда нам нужно клиенту отгрузить товар с определенным артикулом, либо отгрузить товар, скажем, определенного производителя. Здесь не важно. Где мы все это творчество будем видеть? Мы, во-первых, это будем видеть в справочнике номенклатура. Но при этом, что важно, чтобы в справочнике номенклатура у нас была указана навигация не по иерархии. Вот видите, у меня сейчас навигация по иерархии, и я ничего не вижу. А если я скажу, что мне нужна навигация по видам и свойствам, то я уже в нижней панели для выделенного вида номенклатуры могу делать дополнительный отбор. Например, я хочу видеть все ручки, у которых производитель пилот. Вот хочу и все тут. По какой причине, не важно. Я могу видеть все ручки, у которых я забыла указать производителя. Видите, как удобненько отследить, если что. Но здесь, как я уже сказала, это интереснее показать на документе. Вот мне надо отгрузить клиенту все ручки, где я, например, забыла указать производителя. Ну, там больше всего, тесно говоря. Значит, мы говорим, как всегда, что надо подобрать товары. Проверяем, чтобы в окне подбора все-таки была навигация по видам и свойствам. И теперь уже никаких проблем. То есть я хочу видеть все ручки, где я забыла указать производителя. Но у меня они не куплены. Я вам сейчас покажу на другом примере. Просто вот это актуально именно в случае реализации. Либо все ручки, у кого производитель пилот и прочее, прочее. У меня сейчас стоит флаг, видите, только в наличии на складе. Если я его отключу, то вот, как видите, я уже вижу, что пилот – это ручка третья. Что вот производитель какой-то там ЕЕЕ – это ручка новая. А, соответственно, где я забыла указать производителя, вот они мои ручечки. Точно так же я могу делать и в документах закупки. То есть у меня, видите, как здорово, появляются дополнительные отборы, которые я уже в работе использую. То есть если я делаю закупку, то я точно так же могу что сделать в заказе поставщику, в заказе поставщику через подобрать товары, через подобрать товары, не забыв, да, в окне подбора сказать, что мне нужна иерархия по видам и свойствам, сказать, что мне нужны, например, ручки, только производитель и пилот я буду заказывать. Ради бога, это мое личное дело. Ну вот, собственно, все, что я хотела показать и рассказать на сегодня по видам номенклатуры. Вот на слайдах, да, вот есть некоторые комментарии с моей стороны. И даже, как видите, вот они скриншотики. Вот, но, собственно, что касается непосредственно нашей с вами работы, курс все-таки рекламный. Как я уже говорила, курс касается работы в программе управления торговлей с нуля. Это оператор 1С. Соответственно, если вам сие интересно, то приходите к нам. Будем ждать и рады вас видеть. Ближайший курс будет в декабре. Ну вот как-то так. Так.